Привет, мои любимые, дорогие. Я сейчас нахожусь в магазине, где ремонтируют айфоны. Сейчас я скажу вам точно, где. Техник технологии. Где название магазина? Просто я сюда захожу, никогда не смотрю. Вот здесь, возле маркантали. Вот идешь, идешь по дорожке и доходишь. И проверяю, почему это у меня музыка, оказывается, играет. Да, немножечко на бикрене идет вот та штучка, что возле наушника. Чем заканчиваются наушники. И в середине был какой-то типа клей. Я не знаю, как я его туда всунула. Вот сейчас я проверяю. Он мальчик почистил, почистил. Он всегда моим телефоном занимается. Он уже видит, и думает, так, опять пришла, опять пришла. Что-то уже сломало. Да, ну вот хороший у них здесь сервис. Они молодцы. То есть, если даже не айфон, все равно они уже поняли, что лучше мне помочь, потому что я не отклеюсь. Вот такое. То есть, тут они и продажи занимаются, естественно. Возможно, тут даже и дешевле. Дешевле покупала здесь наушники, да. Ну, он говорит, что вот мы сейчас почистили, значит, наверное, уже все нормально. Уже все хорошо. Ну, посмотрим. Потом поснимаем видео. Смотрите, чем они проверяют. Видите, как уши просматривают, да, лор? Вот так смотрите сюда в серединку, и оно подсвечивается, и все видно мелочи такие. Привет, мои дорогие любимые. Я сейчас в автобусе, как вы уже догадались, еду на Дедеман. Такая жара. Это просто можно застрелиться. Почему? Я не могу понять, почему. Ну, не включать сейчас кондиционеры. Кондиционеры, но на улице-то еще жарко. Я стою в летнем платье, люди сидят в курточках. Я вообще не знаю, как они. Женщины в косынках, но они и летом в косынках, и мне жарко. Это просто можно застрелиться. Даже дышать нечем. Летом красота. Правда, летом на улице дышать нечем. Жара. Зато в автобусе просто дуварь. Знаете, так клево. А сейчас это... Я назад, наверное, пойду пешком. Я хотела прогуляться. Думаю, нет, Юль, далеко, далеко. Наверное, я прогуляюсь, потому что... Уф. Капец. И окна, видите, какие маленькие. Ну, оно вообще не заходит. Вот я стою возле окна. Ну, как-то все электро. Потому что если боковой открывается, знаете, оно задувает. А вот это, ну что это? Ну что это такое? Ну, как оно будет задувать? И верхнее открыто. Оно ничего не помогает. Смотрите. Вы представляете? Уже как построили. И прошло и 10 лет. Я там, кстати... Ну, понятно, что быстрее, чем Маркантали строится. Маркантали реально 10 лет строилась. Я не шучу, потому что там были подводные воды. Я вам уже рассказывала. И они только вырыты, а оно натекло. И там долго... Большие проблемы были. То здесь, в принципе, нормально. Кто-то говорит, будет культурный центр. Кто-то говорит, будет торговый центр. Я не знаю. Конечно, в итоге шутся будут. Сейчас смотрим. Может и то, и другое быть. А может, знаете, как бывает? Начинать строить одно, в конечном итоге получать совсем другое. А вот. Кран. Я всегда, когда смотрю на башенные экраны, папу вспоминаю. Да. У меня электрика на башенных кранах наботала. Я вот как смотрю, ну как он туда залазил? Как? Не, ну понятно, что страховка. Но все равно это же... Блин. Я не скажу, что папа у меня такой бесстрашный был. Папа как папа. Вот почему-то. И самое прикольное, знаете, что... Ну, мы в семье на украинском языке разговариваем. Всегда. Ну, с уржиком, конечно. Но, как бы, чаще всегда на украинском. Но вот на папу я говорила папу. Ну, не говорила, а тату. Папа. Так, почему-то. Ой, все, заключаюсь. Мамочка, буду пить воду ледяную. Да, я еще с собой вожу термос со льдом. Потому что привычка осталась. Я думаю, я и зимой его буду носить. Мода куафер. Вы уже вылечите слово. Куафер. Парикмахер. А собака красивая. Смотрите, что собаки красивые большие. Это мы сейчас с десяткой еду. Да, чуть-чуть другой маршрут. 94-й. В Террасити, оказывается, идет. 94-й. Это еще не пик. Смотрите, сколько машин. Ну, я не думаю, что пробка. Ну, так. Ну, мало. Все, мои у вас. Привет, мои дорогие и любимые. Как вы уже догадались, я на Деде Мане. Потому что вы видите перед собой отель Акрабарут. А раньше он назывался Де Де Ман. Поэтому так, ну, так все люди привыкли его называть. И я хочу зайти, поснимать в магазин. Сама забыла, как он называется. Продукты. Да, потому что вы часто спрашиваете. Ну, и люди, которые приезжают в Анталию, да, в апарт. Апарты снимают, да. Не отель, а вот чтобы сами готовили. Им интересно, сколько, что стоит. А из-за того, что у нас доллар, евро подросли, цены немножечко поменялись. Так что, пойдемте. Вот этот магазин. Careful Gourmet. Gourmet, наверное, там две точечки должно быть. Восьмерка сюда едет. Много автобусов сюда едет. Почему здесь решила поснимать? Потому что в Негросе запрещено. I used beer, shock, beam. Запрещают снимать, возможно. Здесь тоже нельзя. Но в тот раз мне немножко удалось поснимать, и я решила, что... А, вот, друг. Маленькие артисты взяли, покатались на велосипедах. Мама уже вышла и ждет, а они, значит, ставят все на месте. Молодец. Ну, правда, не надо было, чтобы девочка поднимала это все. А, уже свои взяли, все, полетели, полетели. О, смотрите, ботиком, я не могу. Двери не открываются, они маленькие. Это тоже остановилось. Типа будет махать рукам, она откроется. Мама говорит, все, я пошла на улицу, все. А дети, в принципе, с одной стороны, иногда так детей по-другому и не заберешь. О-о-о, авокадо у нас одна штука 4,99. Ну, нормально. 6 это дорого, но она твердая. Это надо с бананами вместе ложить и несколько дней ждать. А, возможно, и не дождешься, очень твердая. Так, бананы тоже нормальная цена, 6,99. Ну, на базаре 6,7. Абсолютно хорошие цены. Ферсат. А на нас 8, не помню, сколько на базаре, честно. Ну, я думала, вам не фрукты. Фрукты, как бы, очень быстро меняется цена, да, в зависимости от сезона. Ну, вот, 8 лир апельсины в Вашингтоне. Еще мало апельсин. На базаре вот мандарин больше. 4 лиры. Ну, 2,50 на базаре. 2,50. 2 даже можно взять. Ну, и дороже, конечно, если дороже. Хурма 9, на базаре 5. Да, за килограмм. Яблоки здесь 4,50. Ой, Юля, ну ты же брала яблоки. По-моему, 2 лиры я брала. По 2 лиры за килограмм. Вот же ж, недавно брала на жума базаре. Оливок. Вот, смотрите, цены тут, конечно. Начиная от 13 лир, да, самые дешевые, я так понимаю. И самые дорогие, вот, 50 лир. Представляете, такая прям разница в цене. Ну, вот я пробовала вот такие, да, что дорогие. Но они там прям, там нет воды. Вот в этих много воды, потому что у них другая технология приготовления. Ну, я так, такие любители, знаете, я не очень... Ага, органическое арафисовое масло. Вот такая цена за 300 грамм. И вот сыров пошло очень много. В среднем эта цена, да, за килограмм 20 лир. Начиная от 20 лир и 56 даже есть. И это, ну, типа, плавленные уже пошли. 93,90. Сама узнаю, знаете. Там ялы. Такой вкусный-вкусный. А вот этот 113 лир, представляете? Осы я бы такие даже бесплатно не ела, я вам серьезно говорю. Я так, я боюсь есть. Ну, ну, смотрите, с плесенью. Я понимаю, что это модно. Но то, что модно, мне аппетита не прибавляет. Такие кирпичи. Не, мне когда-то угощали таким, честно. Я даже нарезанным уже, знаете, я не видела вот этого. Плесень этой. Вообще невкусно. Ну, вот мне лично. Я же поняла, что на вкус и цвет товарища нет. Это у нас уже готовые салатики, которые можно купить. Это что, такая цена, что ли, за салатики? А, ну, за килограмм. 56. Ну, вам видно, как бы. Я даже не знаю, что русский салат они называют. Не оливье, а русский. Обязательно очень много гороха. Но колбасы иногда даже может и не быть там. Чекёфте. Такими руками делается. И там не всегда должно быть мясо. Да, может быть и кашка. Это на постные дни хорошо. Так, сосисочки у нас. Самые дорогие. 170 лир. Но это не сосиски уже. Это у нас уже мясо идёт. 200 лир. 110. А за сосиски я что-то вообще цены не вижу. Не вижу. Так. Сосиски. Слушайте, я говорю, сосиски. 110 лир. Мам. Мам. О, что ты за ел? Бастерма, наверное. Бастерма. Бастерма. Мамочка. 134. 90. 170. Я не видела. Может, в Мегроси тоже продаются. Но я что-то не смотрела. Я вообще редко у меня слим. Вот то, что нет поста, ещё сосиски могу покушать. И всё. 140 лир. То есть я за этим не очень страдаю. Я за рыбой могу чуть-чуть пострадать. 40 лир. Что это? Сиях сармсак пюре си. А мамочка? Чёрный чесночное пюре. Почему чёрное? Вот это так наисыся, и потом пошёл на свидание. Хух. Так. Это у нас тоже сыры. Только цен нет. Поэтому нет смысла снимать. А что у нас такие прицепленные? Вот такие шнурочки. Интересно. А, холодильники. Вот фундык поджаренные. 65 лир. А, подождите. Вот фундык. Вот это фундык. Это орешки лесные. 65 лир. А уже фисташки. 75 лир. Антепфистык. А это солёный арахис. 25 лир. Лук у нас, не знаю. Лук 7,45 лир. Возле меня подвелиры. Ну, наверное, то, что подвелиры надо перебирать. Ещё. Чезерия. Чезерия. Это первая буква G читается. Не знаю, что такое. Так. Фрукты, овощи, фрукты, овощи. Ага. Это приправки Кей-Кик. О, Юля. Короче, карабибер – это чёрный перец. Питается. Ну, ладно. С приправками закрыли тем. А чё всё-таки? Листья. А это, наверное, специально для Саламура Асма Яправы. Да, это листочки специально. Вот, 9,90. Я надеюсь, так написали. Сточечку. Чтобы закручивать вот эти их сарма. Сарма делают. Арбузы какие большие. 5,90 килограмм. Попробовать донести. Но эти хорошие, сладкие. Ой, я бы ещё раз арбузик взяла. Это доели, и его доело. Честно. Большие. Маленькие чё-то нет. Ещё сыры. И тоже цен нет. Ну, вот там есть. Ну, ладно. Я уже приблизительно вам сказала. Вот, выпечка какая. 2,50. 5,7 лир. Вот. Тахин ли. Видите? Тахин прям видно белый. Вот, видно. А тогда я это показывала. Ну, его не было. Там того тахина-то видно. Я в одном кафе снимала, и я забыла, как оно называется. Но там, конечно, и цена другая. Вот. Вот это вкусное. Можно брать. 37 лир. Реально вкусное. Хлебушек разный. Это с... Джевизли. Это с греческим орехом. Я когда обожала. 6,25. И вот такие разные. Русский хлеб написали. Но это чёрный. Да, прикольно. Мысыр. Экмей. Мысыр. Имеет два значения слова. Это кукурудза и египет. Но, судя по хлебу, это всё-таки с кукурудзаной муки. А не с египта. Это что-то тоже. Тахин. Халва. Короче, пошли сладости. Ну, сладости, я думаю... И тут сыры. Мамочка, вам шо? Магазин сыров? А-а-а. И про всё написано. Ну, вы приблизительно цену поняли. А вот ещё вам на мясо покажу цены. На мороженые продукты. Ну, не знаю, ну, больше переплачивайте, конечно, за этот. Ой, кальмары, какие красивые. Этот... Этот... Этот осьминог же правильно его называют? Мамочка, мамочка. Я тебе же представляю, это в море такое. И всё, и всё, Юля. Так, это у нас курочка. Сколько за килограмм? Не вижу, сколько за килограмм. Уже готовый выход. Сколько вижу? Семьсот тридцать грамм, шестнадцать лир. А вот что-то написано. Пилить бен в филе. Это двадцать лир. А было трис. Скидки такие пошли. Там мёд. Почему такой? Интересно, почему это он такой, как тахин. Да. Дуал. Софра. Барбекю. Ну, это приправки к мясу. Такое всякое. Короче, курица. Я не вижу за килограмм сколько. Наверное? Нет. Я не понимаю, что тут написано. Ну, честно. Там сток асэ. Это одна курица. Мясо сейчас покажу. Ну, курица самая дешёвая. Дешевле, чем рыба даже. Мясо. Сорок семь лет. Это коровка. Да, она. Так, шестьдесят семь. А, и в строганов, наверное. Сорок семь. Семьдесят пять. Контрафиле. Ну, это самая вырезка, наверное. Это я просто догадываюсь в кулинарии, честно. Я никогда не переводила с турецкого. Ну, что, ну, похоже на вырезку. Касат кефте. Ну, котлеточки тридцать семь. Шестьдесят девять. Это козочка. Да. Это уже пошли цены на козочку. Ну, вот. Там видно, в принципе, цены. Хорошо написано. Не мелкими. Кузу перзола. Ой, название. Ой, название. Смешные. А, смотрите, какие молодцы. Вот нам бы так на кулинарии все расписывали, где что находится. Да. Расписали. Кто не знает, вы ли знать. А нет, вы видите вырезки. Мне кажется, это все-таки. Вон филе, мне кажется. Я вам уже когда-то снимала. Смотрите, как картину поставили. Ага, моя мисечка. А что ж все-таки тоненькие? Да, мерджан. Ну, перевозить не буду, потому что мы зависли. Ой, сумон. 80 лет. Красная моя любимая рыба. Ой, 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 ой. Представляете, это Шириане. Как пила. Это Шириане, она как пила. Представляете? Мамочка. Да. Ну, ему же носиком и больно так. Я понимаю, что... Так, подожди, я не могу понять. Это угрь, что ли? Я просто угря только в готовом виде видела. Мне похоже на угрь. Мне? Я не знаю, где этот угрь написан. Так. Выписку в этот раз не буду снимать. В тот раз поснимала, как бы цены есть. Если кому-то интересны цены, в клеилисте покупки в Анталии можете найти. Это у нас горчица. Цены вам видно. Вот каши, каши вам хотела показать. Ага, это суп Тархан. Аджи. Видите, если Аджи, это значит очень острый. Ну, я думаю, не надо вам с острого начинать. Он необычный, в принципе, может быть острый. Это органические крупы. Тут смешанные, кстати. Интересно, я такое никогда не видела. Аллах, аллах, 17,90. Все, всякие супчики, которые можно быстро приготовить. Ну, например, куриные, знаете, чтобы долго не играть. Такой, как они готовят. Не так, как мы, а они. Там очень много всего надо. Там вот тот, ой, вообще. Это можно купить. Оно вкусное. У меня лежит, правда, уже. Я с такого как бы не готовлю. Но если быстро надо, то да. Ну вот. 1,45. Пусть в запасе будет. Знаете, не успеете приготовить. Так, это у нас Нухуд. Такой маленький. Обычно он такой большой. 20,95. Фасолечка. Почему сыра? Не знаю. Не, не сыра я в смысле. Сыра это как сейчас очередь переводится. А вот горох, маш. Маш, горох, маш. В Китае его полным-полно было. Просто ху-ху-ху. Вот хоть бесплатно бери. Нам не было на чем готовить. Нам готовили. Поэтому, ну. Можно было потом уже мы что-то покупали. Готовили. Ребята. Да. Девочки. Видите, у меня ребята. Ашурек бутай. Представляете, это пшеница для ашуры. Я думала, там любая берется. А, да? Да. Как оказалось, в этом магазине тоже запрещено снимать. Но, просто в тот раз они по виде у меня не увидели. А в этот раз я прям решила сворот снимать. Юля ж, понимаете? Не, чтобы зайти так за уголочек себе. Ну, я же думала, ничего не сказали, значит, можно. Нет. Как оказывается. Поэтому у меня есть время немножко побыть в парке. Потому что я заранее приехала. Тут и фонтаны красивые. Но даже если фонтаны не работают, все равно красивый такой парк вообще. Обалдеть. Такой зеленый-зеленый. Он маленький вообще. Ну, сколько его здесь. Но я никогда не заходила, потому что сюда летела. Написано Лев Лайонс Интернешнл. Не знаю, почему. Теарч Варс Орадад Би Лайн Варбер. Интересно. Там, где нужна помощь, там есть тысячи львов. Ну, ты, наверное, какой-то... Ну, это я перевела дословно. Возможно, это какой-то подтекст. Я люблю, когда вот на лавочке сидят такие фигуры. И я с ними фотографируюсь. Я не знаю даже, кто это. Ну, и не подписано, кто это. Ну, похоже на Пушкина, похоже. Но только прическа. И так нет. Да, кстати, я сюда никогда не заходила. Интересно, да? Ну, не включенный. Здесь, наверное, все-таки водопадик идет. Такая задумка. Камушки. Там тоже это, наверное, все. Водопадиком идет. Сейчас погода просто шикарная. Просто. Вы даже не представляете. Все, зелень, все цветет. И не жарко. Я просто в платье. В сандаличках. В сандаличках новых. И в платьишке. Летнем. Без кофты. Я кофту взяла с собой. Хотя я сейчас понимаю, что зря. Хотела джинсовую курточку белую взять. А куда-то я же зашла. А Юля, а со штабины туда. А, сейчас я через поле пойду. Через сад. Интересно, да? Вот это наше дерево, которое всюду у нас растет. И его пальма. Так что здесь соединено все. А вот все у нас одуванчики. О, одуванчики. Вот почему-то, когда они желтые, я не застаю этот процесс. Да, вот, чтобы собрать, заплести веночек. А вот такие, мне кажется, на протяжении всего лета. Я уже забыла. Представляете, как это делается? Как это делается? Сейчас, Юлюшка, как будто иду-то. Сейчас. Вылетела. Подождите, мы же загадывали желание, по-моему, когда-то. Нет? Почему вы дули так? Вот скажите мне, пожалуйста. Вы что-то говорили, нет? О, все, забыла. Не знаю, или здесь у нас то же самое. То есть, одуванчики, понятно, что растут те же. Крапива. Очень редко оно есть здесь, да. Особенно мы тогда гуляли с вами по какому... Неоспендас. Ай, какой это был древний город. Мы ездили туда с вами зимой. Вот, и там было очень много крапивы. Ай, какой это был древний город.